Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами очень вкусным и полезным десертом йогуртовое желе. Итак, какие ингредиенты нам понадобятся для этого десерта? Мне понадобится обычный желатин без различных вкусовых добавок, ванильный сахар, 3-4 ложки обычного сахара, понадобятся также ягоды, клубника, малина, можно добавить банан, киви, то есть абсолютно любые фрукты, которые вам нравятся. Я решила сделать это с такими вот ягодками. И одним из главных ингредиентов это будет у нас питьевой йогурт. Также нам понадобятся формочки и в принципе все. Первым делом мне нужно подготовить желатин, он у меня вот в таких вот пластиночках. Если у вас порошковый желатин, то ничего страшного. У меня здесь 20 грамм желатина. Выкладываю в емкость, которую можно будет потом поставить на газ. Желатин замочу водичкой, чтобы он размок на 5-10 минут. Заливаю стаканом воды. Вот. И оставляю размокать желатин на 5-7 минут. Убираем в сторону. Как раз пока мы сейчас будем подготавливать, все, он у нас будет практически готов. Теперь приступим к йогурту. У нас йогурт с лесными ягодами. Понадобится мне 3 вот таких вот кружки. Открываем. В принципе, этот десерт можно сделать со сметаны, с молока. Но у нас в семье есть люди, у которых на лактозу такая, скажем, аллергия. Поэтому молоко нам не подходит и мы делаем с йогурта. Так, раз стакан, второй стакан и третий стакан. Наливаем. Отлично. Теперь в йогурт добавляем 3-4 столовые ложки сахарного песка и ванильного сахара на глаз, чтобы для запаха и для вкуса. Где-то столовая ложка. Теперь самое главное, нам нужно размешать йогурт с сахаром, чтобы сахар растворился полностью, чтобы его не было видно. Теперь подготовим ягоды. Я буду нарезать клубнику. Так, лишнее отрезаем. Я нарежу такими вот долечками. Я думаю, долечками я нарежу для того, чтобы украсить наш десерт. А остальную клубнику нарежу кубиками. Вот такие вот кусочки. Не очень мелко и не очень крупно. Знаете, такой средненький. Если вы, например, любите крупно клубнику в десертах, то, в принципе, можно нарезать ее очень крупно. Может, смотрите сами. Я думаю, кубиками будет самое то, как раз будет чередоваться малинка с клубникой. Видите, оно приблизительно... У меня слюни потекли. Приблизительно одного и того же размера. Разрезаем. Теперь я перекладываю клубнику к малинке. В королевочку. Вернемся к желатину. Он у нас уже немножечко набух. Вот так вот размок у меня желатин. Пластинки желатина. Видите? Теперь мне нужно этот желатин полностью растворить. И я воспользуюсь газом. Ставим на медленный огонь. И он у нас сейчас моментально растворится. И будет однородная масса. Самое главное, не кипятить его. То есть, как только желатин растворился, вы видите, что масса у вас однородная. Сразу же выключаем. То есть, нам не нужен горячий желатин. Он должен быть таким теплым. Еле теплым. Смотрите, вот он моментально начинает растворяться. Прямо на глазах. Я помешиваю его. Есть. Так, все. Выключаю газ. Видите? Полностью желатин растворился. Однородная масса. И она у нас и не горячая, и еле-еле теплая. То есть, все готово. Теперь желатин, который у меня растворился, я тоненькой струечкой добавляю в йогурт. И одновременно перемешиваю. И все. Ну, а теперь, пожалуй, самое приятное в этом десерте будем сортировать все в такие вот формочки. На дно я кладу клубничку, затем малинку и заливаем это все йогуртом с желатином. Полторы поварюшки будет достаточно. И так я сделаю со всеми формочками. Добавляем клубнику и малинку. Заливаем. Украшаю бокал кусочком клубники. Вот такая красота получается. Теперь всю эту красоту я отправляю в холодильник на 2 часа. Оно у нас за 2 часа все застынет, и можно будет кушать. Красивый и очень вкусный десерт готов. Пробуйте, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем приятного аппетита и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok